Друзья мои, сегодня у нас встреча для меня из разряда очень приятных. У нас в гостях актёр, импровизатор Филипп Волошин. Филипп, как я рада тебя видеть. Даник, я просто ещё особо рада, потому что ты снимался в фильме моего супруга Хуата Хмета, в фильме «Кто вы, господин Ка». Да, я думаю, где же я вас видел. Я такой радость вспоминаю, да. Замечательный фильм. Правда, уже был 9-10 год, по-моему, да? 9-й. Снимали в 9-м, вышел он в 10-м. Слушай, ну ты у нас импровизатор. Вот у нас были вчера джазовые музыканты, которые говорят, что джаз – это вообще практически импровизация. Практически, но она идёт по какому-то заданному рисунку, как правило. Точно. А вот актёрская импровизация. Рассказывай мне, пожалуйста. Бывает нескольких видов, разных видов. Бывает, играют спектакль, созданный в импровизационном режиме. То есть артисты импровизировали, импровизировали, потом лучшие выжимки взяли и создали из этого спектакль. То есть вот такой даже существует жанр. Да, это метод создания, импровизационный метод создания. А есть чистейшая импровизация, которая в своей сути – это чистое творение. Импровизация, в принципе, понятие импровизации есть создание художественного произведения в момент его исполнения. Ох, как интересно. То есть здесь и сейчас всё происходит. Вот это как у тебя, Данька. Ты же всё создаёшь на глазах у нас. Так импровизирует потрясающе. А вот режиссёры любят вот эту самую импровизацию? Да, вот есть, которые любят, которые нет. Режиссёры театральные, киношные? Давайте театральные. Театральные режиссёры. Любят, когда артист способен, скажем, вырулить в сложной ситуации, когда что-то пошло не так. Ну, то есть мы же знаем, что спектакль – это запланированное, отрепетированное. Это еще раз куча служб работает. И вот если что-то пошло не так, телефонный сигнал не дал звукач, допустим, там, звонок телефона, а сцена от этого зависит, она должна дальше продолжаться после телефонного звонка. Но он не звучит. Что делать артистам? Артисты вынуждены как-то двигать дальше сцену самостоятельно. И вот здесь начинается импровизация самостоятельная. Я так понимаю, когда текст забыли, тоже очень часто импровизация бывает. Ну, верно. Но, по сути, если ты помнишь мысль, которую ты несешь, которую несет пьеса, то ты импровизируешь на основе этой мысли. Все. Ты создаешь полотно текста в процессе на основе мыслей, которую ты несешь. Но та импровизация, которой мы занимаемся, это актерская, сценическая, театральная импровизация, когда мы создаем целый сюжет вообще с нуля, ни с чего. Ни с чего, с абсолютного нуля. Мы получаем от зрителей некое задание, то есть, возможно, это, как мы называем, напыление персонажа. То есть, я не знаю, кто я, мне говорят, кто я, кто мой партнер, какова наша ситуация. И мы начинаем, работая в этой ситуации, создавать полотно текста. Бывает, переходим в танцы, бывает, переходим в стихи, начинаем стихами импровизировать. Есть музыкальная импровизация, когда из зала всего лишь звучит одно слово, рядом сидит музыкант. Я не знаю, что он начнет играть. Он начинает что-то бренчать, какое-то там полотно, скажем, музыкальное полотно плетет. Я слышу это полотно, вплетаюсь в него, создаю мелодию песни, текст песни. И мы вместе в таком тандеме движемся. Ну, как акрымы делали. Это искусство, вот. Это же акрымы делали. А ведь не каждый даже блестящий актер может способен импровизировать. Статистика показывает, что 5% артистов способны к импровизации. Хотя Станиславский настаивал на том, чтобы это было 100%. А я в предлагаемых обстоятельствах. То есть любые предлагаемые обстоятельства, и ты должен... Ну, тут казус в том, что Станиславский говорил, я в предлагаемых обстоятельствах, двигая вот эту систему. Ну, то есть, что исходить из себя. Но в то же время он пытался всегда вытащить из артистов импровизационное самочувствие. То есть как будто это происходит здесь и сейчас, рождается только что. А каким образом это сделать, если артист не знает, что такое импровизация в принципе? Да. То есть для этого проводились специальные тренинги импровизационные. То есть они были всегда такие? Были всегда. Еще с начала 20 века была проделана огромная работа в русской театральной школе. Чеховым, Мирхольдом, Вахтанговым. Все ребята работали. То есть, ну как я их называю, ребята, да? Это мастодонты театра, которые в принципе создавали всю эту огромную русскую школу. Очень большое количество наработок. Словосочетание импровизационный театр, кто-то из них даже тогда сказал. Ввели понятие новый актер. Это актер, который не нуждается в режиссере, не нуждается в драматурге. Он самостоятельная единица, которая создает произведение в процессе исполнения. Филипп, скажите, кто ваш мастер? Кто мой мастер? В чем? В импровизации? Кто вас учил? А вот это самый прикольный момент. Когда, вы знаете, я же преподаю импровизацию в том числе. Да, вот я хотел сказать, что у тебя своя методика ведь есть, которую ты сам создал. Совершенно верно. А почему она возникла? Потому что на поверку оказалось, что нет единых сборных данных, по которым можно обучить импровизации. Есть какие-то разрозненные тренинги, есть, скажем так, некое видение американской импровизационной школы, канадской импровизационной школы. Хотя говорят, что голливудские актеры вообще не могут импровизировать. Я слышу о том, что... Импровизируют. Импровизируют. И примерно так же, как и наши киноактеры, скажем. То есть умеют. Слабо. Некоторые актеры умеют это делать. Кто актер в душе. Но мы сейчас вернемся к тому, что мне пришлось создать свой метод. Свой метод целостный. И я вывел потрясающую штуку. Импровизация и жизнь базируются на одних и тех же законах. На одних и тех же законах и принципах. Вот подумайте сами. Поподробнее теперь. Как бы мы ни планировали наш день. Да-да-да, поподробнее. Мы всегда импровизируем. В жизни как используешь импровизацию. Так мы же каждую секунду импровизируем. Я с тобой согласна. Действительно ведь. Всегда разные ситуации. Ты по-разному себя ведешь. На основе своего метода я создал интенсив. Это интенсивный курс двухдневный. Да, ты обучаешь. Расскажи. Поменяй сценарий жизни. То есть это для всех тех, кто никак не связан со сценой. Ну и тех, кто связан со сценой в том числе. Я даю законы импровизации, принципы, как их достичь, где там у нас сознание работает, каким образом там решительность прокачивается, уверенность как обретается. То есть как весь этот механизм действий и принятий происходит у нас в жизни. Это получается по типу всегда говори да. Живи целый день с этой мыслью. Всегда говори да. Ну, я бы не сказал, что так. Это как раз одно из правил американской школы. Я говорю принимай. Потому что принимай означает принимай правила игры, которую тебе говорит партнер, жизнь, мир. Принимай эти правила и действуй в них. А всегда говори да. В случае театральной импровизации нарушается драматическое зерно. То есть отсутствие конфликта значит не будет никакого сюжета. Мы же знаем, что в основе любого сюжета лежит конфликт. Конечно. Некая проблема. А если я буду всегда говорить да, то есть на вечном позитиве, если я как персонаж не вытащу свои пороки и не совершу какое-то, скажем, неблагозвучное деяние, не из чего будет плести сюжет. Не повлекутся никакие последствия негативные, скажем, из которых артисту придется, ну, персонажу придется выкручиваться, меняться как-то, выгребаться из этого всего. Арка героя простроится, мое видоизменение и так далее. А вот мне интересно, ты же сейчас работаешь в театре Лермонтова. Так точно. Участвуешь в трех более спектаклях. В трех походах. Вот скажи, там же, вот вдруг в рамках вот спектакля отработанного, отрепетированного, ты захотел поимпровизировать. Это возможно? И в каких рамках это возможно сделать? Не все партнеры... И не будут ли партнеры готовы? Не все партнеры принимают, потому что, ну, я же сказал, статистика 5 на 95. Не все партнеры будут готовы принять твою импровизацию. А тебе бывает тесно в этих рамках? Или хочется как-то взорвать что-то? Знаете, расскажу один случай. Буквально он произошел примерно месяц назад. Телефонный звонок. Спектакль номер 13. Я играю тело. Детектив, который сейчас бесчувственный, все думают, что он мертвый. Ну, то есть труп. И они меня перетаскивают, переносят. И вот они меня вдвоем поднимают, и у них по тексту звучит, что давайте перенесем его в другой номер. То есть они, по идее, должны вынести меня в коридор. Вынести, загулись. Здесь должен звучать телефонный звонок. Но потому как аппаратура там что-то заглютила, и что-то еще телефонного звонка не прозвучало. Я тело. Они вынуждены, исходя из того, как они сказали, тащить меня в коридор. Я понимаю, что меня в коридор вытаскивать нельзя. Я начинаю всячески вытекать из рук. Я при этом еще бесчувственное тело говорить я не могу. То есть я начинаю вытекать из рук, разным образом мешать. Дать этого звонка, получается, тянуть время. Но мы из этого создали целый интересный сюжет. Да, Виталий Багрянцев, он меня вылавливал. То есть он сопровождал это. Господи, да какой же он неудобный. Как это все сложно. А телефон так и не звонит. А мы несем. А тело все тяжелое. А телефон не звонит. А при этом мы еще боковым зрением, периферийным, видим, что пом решит и так далее. Там за кулисами происходит суета, потому что они быстро решают вопрос, что же делать с телефонным звонком. Хоть с какого-нибудь телефона уже. А там что-то аппаратура замкнула. Но он прозвучал звонок, и спектакль двинулся дальше. У нас импровизация, допустим, на телевидении. Это вообще любимая вещь. Мы какие-то ситуации не разбирали, и что у нас только не было. Но опять же, не со всеми партнерами возможно. Вот с Гулей легко импровизировать, с Дарьей сложнее. Иногда бывает, что ты что-то импровизируешь, и такой взгляд на тебя, что происходит, в каком веке мы живем. Почему так? А вот кого бы ты из известных людей назвал прям лучшим импровизатором тоже? Из каких людей? Известных, актеров. С кем приходилось работать? С хорошим импровизатором. На самом деле, почву для того, чтобы импровизировать, не так много. Я имею в виду в кадре, на сцене театра. Ну, в кадре, мне кажется, вообще тогда получается невозможно, исходя из того, что там скажут «стоп», если не произвенел звонок, или, да, и переделывают. Ну, а, кстати, вот моменты в том же самом кино. Ты же вынужден двигать сцену, пока режиссер не скажет «стоп, снято». А, да, есть такие режиссеры, которые закончила сцена, а он «стоп» не говорит и смотрит, как актер себя ведут. И Хват Десенович иногда так делал, на том же Силиктова господинка. Вот эту жизнь вытаскивал настоящую. Серьезно, даже такое бывает. Да-да-да, и тогда это часто бывает попадает прям в фильм. А бывает, да, бывает прям какое-то пошло такое эмоциональное развитие в сцене, что режиссер не тормозит, такой «давай-давай-давай-давай». А вот здесь кат, стоп. А что импровизация изменила в твоей жизни? Или ты, может быть, всегда себя ощущал сразу импровизатором? Может быть, и в профессию пошел? Да целиком всю жизнь, наверное, изменила. Мои первые знакомства с импровизацией произошли, когда я еще был КВНчиком. В 97-м году моя первая большая игра была, а вторая, в принципе, в жизни, за сборную Казахстана против сборной Израиля. В КВН. Да, вот таким образом. Играл я с Романом Альманским, Альбеком Тастайбековым, ну, то есть, еще та старая гвардия мощная. В КВН был конкурс «Разминка». Вот тут точно импровизация. По сути, текстовая импровизация, да, речевая импровизация. Ты услышал некую затравку, мы ее называли, да, некий тезис, должен на основе его смешно что-то сказать или сделать. И там я прокачался, я был очень мощным именно актером «Разминки», потому что я был автором актера в КВН. И вот этот, в принципе, у КВНчиков, чуть-чуть апартик, да, сделаем в сторону, у КВНчиков очень мощно прокачивалась именно авторская жилка, потому что они же сами создавали тексты. Они выверяли количество слов, насколько меньше слов нужно дать, как по Чехову, да, краткость «Сестра таланта», чтобы, но мысль при этом сохранить и передать ее точно. И КВНчики постоянно в этом тарели, 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 тарели. И достигали уже. Да, да, и достигали такого уровня, когда они могли, в принципе, уже работать, ну вот так живут. То есть все тренируется, да, это тот же самый, как сказать, опыт. Человек, это же человек в какой-то мере, как робот, да. Да, мы способны к принципиально новому созиданию, и это нас делает человеком. Но в какой-то мере мы робот, мы работаем по шаблонам, стереотипам каким-то, каким-то программам, которые в нас заложены в жизни. И мы их меняем через эту, через импровизационные вот эти техники. Мы меняем эти программы. А мы можем тебя попросить, каких тебе ситуаций дать, чтобы ты импровизировал нас прям в прямом эфире? А почему нет? Конечно, я же обожаю это дело. Сейчас, друзья, мы посмотрим рекламу, и самое интересное впереди, не уходите далеко. Ну что ж, друзья, мы продолжаем с Филиппом Волошиным общаться, актером, импровизатором. Ой, во время рекламы столько интересно, он нам рассказал, жалко рам, и нашей программе не позволяет все. Но вы заходите на его инстаграм, Фил Волошин, и все узнаете о нем, о его методе, и можете даже поучиться у него. Ну а прямо сейчас, как и договаривались, импровизация в действии. Итак, ситуация. Ну вот мне нравятся варианты. Три варианта. Выбирайте любой. Вы проиграли зарплату своих сотрудников. Это вот мы, мы смотрим на вас. Другой вариант. Вас случайно закрыли в чужом доме, пришли владельцы этого дома. Либо ваша собака съела важный документ или паспорт. Что бы вы делали? Выбирайте вариант. Давайте первую. Давайте первую. Все, поехали. Вы сотрудники? Да, ты проиграл зарплату, а нам нужны деньги. Где зарплата? Шеф, понимаете, ребят, ну, дело в том, что я же не просто пошел играть. Вы тоже войдите в мое положение. Я же понимаю, что денег, которые были у нас в компании, мне просто не хватит, чтобы выплатить вам зарплату. Вы видели, какие у нас доходы? Вы понимаете, какие продукты мы производим? Они же никому не интересны. И, конечно, казино это единственный метод был, чтобы мне хоть как-то найти эти деньги. Да, я проиграл, но я вас уверяю, что я смогу отыграться. Давайте сделаем так. Вы буквально по 10 тысяч мне сегодня дадите. Я завтра же вернусь, я принесу вам все и даже слишком отдам. Вот честное слово. Иди отдай. Иди отдай. Браво. Я согласен. Я делюсь с вами последний раз. Я тебе 20 даже дал. Ну вот и проценты подоспеха. Ой, здорово. Слушай, теперь я понял, что такое импровизация. Да, ну мне показалось, что просто уже это роль какая-то. Да, причем моментально. А я причем думал, мне в роль-то входить или нет, орать в ответ, где деньги, шеф. Но мы пока еще не мастера импровизации актерской, так что хорошо, что мы были просто зрители. Спасибо вам, что вы позвали меня на офигенные выпуски. Спасибо. Смотрите все выпуски программы Танго Студио на нашем YouTube-канале.